Йо-йоу, здрасте, с вами снова Кейн, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на датапак, который добавляет 11 новых тотемов бессмертия в игру Майнкрафт со своими очень интересными способностями и эффектами, и вы, наверное, помните то, что буквально пару месяцев назад мы уже смотрели на датапак, который добавлял тотемы бессмертия, но именно этот датапак, на который мы смотрим сегодня, он от других создателей, и вы, наверное, уже, судя по вот этим верстакам, знаете то, что это у нас датапак от создателей того самого датапака с жемчужинами, с луками и так далее, то есть сегодня мы посмотрим на все вот эти тотемы, но, друзья, если мы наберем 7000 лайков, мы вместе с вами посмотрим на еще один датапак от этих создателей, где есть 60 новых тотемов бессмертия, и каждый связан с каким-то мобом. 60, друзья, такого мы еще раньше не видели, друзья, поэтому сегодня мы посмотрим на тотемы, связанные с различными предметами, но если мы набираем 7000 лайков, то вы знаете то, что будет. Надеюсь, вам понравится сегодняшняя видос, вы поддержите его вашим пальцем вверх. Ну и, конечно же, рандомный комментоз, перед началом у нас залетает от Бум Данила, который пишет, Кейн был, Кейн есть и Кейн будет. Чистая правда. Итак, что ж, поехали, и, конечно же, по традиции, перед тем, как мы начнем смотреть на каждую из этих тотемов, нам придется их скрафтить, и нам понадобится вот такой специальный кастом крафтер. Мы уже смотрели три раза, как он делается, но на всякий случай, я вам покажу еще раз, если вы вдруг не смотрели предыдущие выпуски, и это плохо, ссылочки будут в описании. Чтобы сделать кастом крафтер, один раздатчик, который смотрит вверх, кидаете один верстак, вы получаете кастом крафтер, и уже в этом кастом крафтере вам нужно будет сделать вот такой специальный верстак, где вы будете крафтить ваши тотемы. Кстати, здесь есть очень удобная фишка, если вы зайдете в ачивки, то здесь вы можете увидеть все рецепты крафта, это очень удобно, хотя некоторые из них поломаны, вы можете видеть, все вот эти рецепты крафта, они одинаковые, хотя если вы наведете на них курсор, то вы все-таки видите предметы, которые нужны, но, к сожалению, на картинке они все одинаковые, возможно, потом это пофиксят, но вы можете видеть здесь для того, чтобы сделать тотем крафтер. Нам понадобится, во-первых, 6 блоков темного дуба, а точнее досок темного дуба, также нам понадобится один изумрудный блок, нам понадобится один тотем, и я еще что-то забыл, давайте посмотрим. Ага, нам понадобится один обычный верстак. Таким образом, мы все это крафтим в именно кастом крафтере, следующим образом, кладем 6 вот сюда, 1 блок снизу, теперь 1 верстак сюда, и 1 тотем сверху, мы получаем вот такой тотем крафтер, ставим его где угодно, и уже в нем мы будем делать наши тотемы. Что ж, друзья, здесь у меня есть все предметы, которые нам нужны, и мы начнем с самого первого тотема, который называется бюджетный тотем бессмертия, именно так, и для того, чтобы его скрафтить, нам, если не ошибаюсь, нужно положить один железный слиток сюда, 4 земли вот таким образом, и 4 доски таким образом, мы видим то, что у нас ничего не сработало, значит, нужно поменять местами доски и землю, значит, доски по углам, землю вот сюда, и мы получаем бюджетный тотем. Ну и что же делает этот бюджетный тотем бессмертия? На самом деле, это довольно-таки полезная вещь, потому что он крафтится очень недорого, и он вас спасет от смерти, давайте я просто взлечу высоко вверх, теперь я выйду в сурвайвл, и, кстати, все эти тотемы работают только, если вы их держите либо в левой, либо в правой руке, если вы помните, то предыдущий выпуск с тотемами, там можно было их иметь просто в инвентаре, но не в этом случае, то есть давайте я выйду в сурвайвл, и посмотрим, как работает этот тотем. Вы можете видеть, он нас все-таки спасает, дает нам поглощение и регенерацию, но буквально всего лишь на 2 секунды, вы знаете то, что обычный, самый обычный тотем бессмертия в Майнкрафте дает вам, если не ошибаюсь, регенерацию чуть ли не на 40 секунд, также он вам дает защиту от огня и поглощение тоже на 40 секунд. В этом случае, так как он бюджетный, он все-таки вас спасает, но дает эффекты буквально на 2 секунды, и это, в принципе, круто, друзья, потому что он вообще крафтится из земли и досок, поэтому довольно-таки прикольная вещь, и это у нас был первый бюджетный тотем. Что ж, погнали дальше, потому что следующий тотем, это у нас призрачный тотем, который крафтится следующим образом, нам понадобится 4 пороха и 1 обычный тотем, теперь мы кладем 1 тотем в самый центр, мы кладем порох вот таким образом вокруг, и мы получаем гост тотем. Что же делает гост тотем? Опять же, давайте взлетим, взлетим высоко вверх, упадем и посмотрим, как он работает, потому что теперь, когда мы умрем, то, во-первых, он, конечно же, нас спасет и сделает нас невидимым на 10 секунд, плюс также регенерация 2 и поглощение 2 на 40 секунд. Довольно-таки, довольно-таки прикольная вещь, то есть, таким образом вы можете спастись от смерти, плюс стать невидимым и успеть убежать от ваших противников, которые вас все-таки убили в тот самый первый раз, поэтому это у нас был призрачный тотем. Опять же, довольно-таки полезная штука. Что ж, следующий тотем у нас называется тотем огня, который делается с помощью 4-х блейзовых стержней, и нам понадобится также 4 ведра лавы, и также нам обязательно понадобится сам обычный тотем бессмертия. Что ж, теперь мы кладем один тотем в самый центр, и, если я не ошибаюсь, мы кладем 4 ведра лавы вот сюда и блейзовые стержни вокруг. Мы видим то, что, опять же, я ошибся, поэтому давайте все поменяем местами вот таким образом, что я наделал вот таким, вы можете видеть, наконец-то я его получил. Итак, что ж, огненный тотем, что же он делает? Вы можете видеть то, что у меня уже наложился эффект защиты от огня, и это очень полезная штука, потому что здесь написано то, что он нас спасает от смерти в лаве или в огне, потому что, друзья, если у вас меньше 2,5 сердец или ровно 2,5 сердца, как прямо у меня сейчас, то мне автоматически дается иммунитет к огню. То есть, теперь, если я возьму, например, ведро лавы, разолю лаву где-нибудь здесь и попробую умереть, то теперь я с помощью этого тотема просто буду жить. О, нет, я забыл взять его в руку, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, друзья, да, именно так, но давайте проверим еще раз, я просто забыл взять его в руку, как я вам и говорил, все эти тотемы работают только если вы их держите в руке. Что ж, давайте получим немного урона, вы заметите то, что как только у меня будет меньше 2,5 сердец, то все, у меня иммунитет к огню, теперь я спокойно могу плавать в лаве, гореть в огне и так далее. Это, конечно, довольно-таки прикольная фишка, но у этого тотема есть такой небольшой минус, то что он не сработает, если вы все-таки умрете, то есть он не будет работать как обычные тотемы, то есть, смотрите, если я опять же взлечу высоко в небо и упаду, то я просто умру и этот тотем меня никак не спасет. Он нас спасает только от огней и лавы и на самом деле это логично и довольно-таки, довольно-таки прикольная штука. Что ж, идем дальше. Итак, следующий тотем, на который мы посмотрим, это у нас водяной тотем или тотем воды, как хотите его называйте. Для этого нам понадобится 4 блока орла лазурита, давайте я воду в креатив, возьму 4 блока и нам также понадобится 4 ведра воды. Таким образом, и также самый обычный тотем, как вы, наверное, уже поняли, для всех крафтов он используется, кроме бюджетного тотема, где нужен просто один железный след. Что ж, вы кладете один тотем в самый центр и, опять же, я не помню, каким образом нужно раскладывать все эти вещи. Вроде бы ведра с водой вот таким образом и лазурит по краям и опять неправильно. Окей, значит, наоборот, мы кладем ведра с водой по углам и теперь берем лазурит, кладем его вот сюда и, наконец-то, мы получаем наш водяной тотем. В принципе, он работает довольно-таки похожим образом, как и огненный тотем. Этот тотем позволит нам не задохнуться под водой, когда у нас будет меньше двух сердец. Что ж, давайте мы просто углубимся в это озеро, в эту реку и посмотрим, что произойдет, как только я начну задыхаться. Итак, что ж, как вы можете видеть, я начинаю задыхаться, но как только у меня меньше двух сердец или ровно два сердца, то я получаю иммунитет к умиранию под водой. Ну, а точнее, мне просто дается дыхание под водой, таким образом я просто не умираю. Опять же, довольно-таки прикольная вещь, если вам нужно заплыть на какие-то глубины, вы можете использовать этот тотем без проблем. И то же самое, что с огненным тотемом. Если вы все-таки умрете от другого какого-либо фактора, если вы упадете, не знаю, с какой-нибудь горы, то он вас не спасет. Он не работает, как обычные тотемы, которые вас воскрешают. Это просто у нас такой водяной тотем, который вам не даст задохнуться под водой. Найс! Спасибо тебе, тотем! Ну, а мы идем дальше, потому что следующий тотем, это у нас тотем гнева. Именно так, и для того, чтобы его скрафтить, нам понадобятся четыре блейзовых порошка, и также нам понадобятся осколки Незерита. Как вы думаете, я угадаю с первого раза, как правильно нужно разложить все вещи в верстаке? Сейчас мы это узнаем. Но для начала, конечно же, мне нужен обычный тотем, и теперь давайте крафтить. Что ж, один тотем в самый центр, теперь осколки Незерита. Вроде бы по углам, вроде бы по углам, и теперь блейзовый порох вот сюда. Опять нет, да что ж, почему у меня не получается никогда с первого раза? Окей, наоборот, значит, мы блейзовый порошок кладем по углам, и Незеритовые осколки вот сюда мы получаем рейдж-тотем, который дает, как вы нам можете видеть, если у нас меньше двух с половиной сердец, или ровно два с половиной сердца, мы получаем скорость 2 и силу 2. Ну, только если мы держим его в руках, если я его убираю, вы можете видеть, у меня все эффекты пропадают. То есть мы можем положить его в левую руку и получать довольно-таки прикольные эффекты. Как вы знаете, я обожаю скорость в Майнкрафте, и это просто найс. И то же самое, что и с другими тотемами, он вас не спасет, если вы вдруг умрете. Давайте мы, например, залезем на эту гору, спрыгнем с нее, получим урон, умрем, и, конечно же, он нас не спасет от смерти. Как вы можете видеть, мы все равно умираем, но зато он у нас остается. То есть это у нас тотем, который можно использовать бесконечно. Это довольно-таки прикольная вещь. И вы можете видеть, так как у меня сейчас полные жизни, то у меня нет никаких эффектов, потому что этот тотем вас спасает только когда вы уже на кончике от того, чтобы умереть. Итак, что ж, поехали дальше, потому что следующий тотем это у нас взрывной или взрывоопасный тотем, который крафтится следующим образом. Вам понадобятся звезды фейерверка. Опять же, вы думаете, я угадаю сперва, ладно, кладем звезды вот сюда, и нам понадобится также 4 ТНТ. Вот таким образом. Я не могу сперва, у меня это издевательство. Окей, 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 меняем местами, значит ТНТ по углам, и потом мы берем вот эти вот фейерверки, мы получаем наконец-то этот взрывной тотем. Боже мой, мне не везет сегодня, я не могу отгадать крафты с первого раза, ну ладно. Что же делает этот тотем? Он будет создавать небольшой взрыв, как только вы умрете. Давайте мы это проверим. Для этого я опять же залечу, залечу, залечу наверх, и интересно, а как будет... Будет ли работать два тотема одновременно, если я, например, держу этот в левой руке, а тот в правой? Ладно, мы это чуть попозже проверим, но давайте сейчас мы просто попробуем умереть. И знаете что? Нет, прежде чем мы умрем, я хочу заспавнить здесь какую-нибудь свинью, допустим, пусть она будет где-то здесь гулять, потому что этот тотем, конечно же, взрывоопасный. По названию это понятно, и, конечно же, мы будем оставлять после себя взрыв, как только мы умрем. Нужно держать его в руке, и вот оно, друзья. Вы можете видеть то, что после того, как мы приземляемся, мы, во-первых, получаем абсоршен и регенерацию, и также мы оставляем после себя взрыв, который не влияет на блоки, он не взрывает блоки, но зато он наносит урон мобам, которые были поблизости. То есть, довольно-таки, довольно-таки забавная вещь, друзья. Опять же, взрывоопасный, взрывоопасный тотем. Давайте заспавним еще одну свинью и возьмем еще раз один этот тотем. Давайте посмотрим, насколько мощный урон у этого тотема. Даже знаете что? Мы заспавним несколько свиней. Давайте заспавним вот прямо тут целую армию. Опять же, взлетим, взлетим высоко, высоко в небо. Возьмем этот тотем в руки и попробуем умереть. Как вы можете видеть, да, урона наносится довольно-таки много и всем врагам, которые находятся прямо рядом с вами, там, где вы взорвались. И это довольно-таки, опять же, забавная штука, поэтому, да, друзья, это у нас был взрывоопасный тотем. Ну, а мы идем дальше. Очередной крафт, который я не угадаю. Давайте мы попробуем подсмотреть вот здесь вот в ачивках, хотя вроде бы, да, здесь как раз-таки не написано, как и куда уложить этот тотем, потому что картинки поломаны, к сожалению, но следующий тотем это у нас эндер тотем, для которого нам, опять же, понадобится самый обычный тотем. Давайте мы его возьмем вот таким образом. И теперь начинаем крафтить. Друзья, вы думаете, я угадаю с первого раза или нет? Окей, 4 эндер жемчуга по краям, по углам, и теперь эндер глаз сюда. Вау, поздравляю, Канеус, наконец-то, наконец-то у тебя получилось. Что ж, для того, чтобы проверить этот тотем, друзья, нам придется отправиться в край. Для этого я пропишу сет блок прямо вот здесь, энд портал. Вот таким образом, погнали, отправимся в край и посмотрим, что же делает этот тотем. Потому что он делает следующее, если вы упадете в пустоту, то этот тотем, по идее, должен вас телепортировать на ближайшее место, на ближайшую землю, где вы сможете выжить. Давайте мы это проверим, мы держим его в руках, мы падаем в пустоту, и вы можете видеть, он пропадает и телепортирует меня на ближайшую землю. И, в принципе, да. То есть, да, друзья, вот такой вот у нас был эндер-тотем, опять же, довольно-таки прикольная и полезная штука. Если вы идете в край и боитесь упасть в пустоту, то это специально для вас. Ну, а мы идем дальше, потому что следующий тотем называется тотем кармы, который делается с помощью кактусов. Боже мой, посмотрите, мой инвентарь заполнен всяким хламом уже. Но нам, опять же, понадобится один самый обычный тотем и четыре кактуса, друзья. Теперь мы кладем один тотем сюда, берем четыре кактуса, кладем его вот таким образом. И, погодите, может быть, да, не четыре, а целых восемь кактусов понадобится, небольшая ошибочка. Но, друзья, мы получаем тотем кармы, друзья, который будет давать негативные эффекты нашему убийце, который нас убил. Поэтому давайте мы это проверим. Для этого я заспавню какого-нибудь, я даже не знаю, допустим, паука, друзья. Допустим, нескольких пауков. Пусть они меня начнут лупить. И мы сейчас проверим, как это работает. Что ж, о боже мой, паук, спокойно, спокойно. Это просто трава, йоу, йоу, спокойно, окей. Что ж, теперь мы выходим в сурвайвл. Теперь просто агрим на себя этих пауков. И я беру этот тотем кармы себе в руку. И давайте посмотрим, как он сработает. Один из пауков, который меня убьет, сейчас получит негативные эффекты. Так, я выжил, вы можете видеть, друзья. И теперь я войду обратно в креатив. Кто из вас, кто из вас получил? Кто? Кто? Кто из них получил эффекты? Что-то я не вижу частиц, но... Аллоу? Аллоу? Но, друзья, по идее, по идее тотем этот работает именно так, где он. Вот он. Вы можете видеть debuffs nearby entities when activated. То есть он дает негативные эффекты нашим убийцам. Даже, походу, нескольким тем, кто уходится рядом. Но почему-то... Почему-то... Погодите, может быть. Так. Давай, 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 давай. А, вы можете видеть. Вот, как только у меня очень мало жизни, я так понимаю... А? Погодите, друзья. Я что-то запутался, но, по идее, по идее, да, по идее, у этого... У этого с паука прямо сейчас должно быть замедление 2 и слабость 2. Только... Только странно. Я так и не понял, это работает или не работает. Но, по идее, это должно работать именно так. Ладно, ладно. Что ж, мы идем дальше, потому что следующий тотем называется тотем защиты номер 1. Потому что у нас также есть номер 2. И давайте посмотрим, как он крафтится. Опять же, берем очередной тотем и делаем следующее. Нам понадобится положить один тотем в центр, одну вырезанную тыкву в самый верх. И теперь мы берем блоки снега и 7 штук. Вот таким образом мы получаем тотем защиты номер 1. Как вы можете видеть, это у нас тотем оф протекшн, который будет спавнить снежного голема, который будет нам помогать в плохих ситуациях. То есть, опять же, я могу... Нет, пожалуй, я останусь в креативе. Допустим, я просто поднимусь высоко-высоко-высоко. О, теперь я просто отпущу себя, и вы можете видеть то, что он нас, во-первых, воскрешает и спавнит нашего помощника, снежного голема, который будет нам помогать. Если мы умерли от моба, то этот снежный голем нам поможет немножко отвлечь моба на него. Их... Хотя, да, он суперслабый, но... Но да, друзья, работает этот тотем именно таким образом. Довольно-таки... Отойди от меня! Я сказал, отойди от меня! Окей, что ж, креатив, да? Что ты теперь сделаешь мне, а? Что ты теперь сделаешь мне, а? Окей, что ж, давайте посмотрим сразу же на следующий тотем, который называется тотем защиты номер 2. Который делает, в принципе, то же самое, но вы можете заметить то, что теперь вместо снежного блока мы используем железный блок. И вы, наверное, уже догадываетесь, что этот тотем будет делать. Конечно же, спавнить вместо снежного голема железного голема. Опять же, кладем один тотем в центр, одну врезанную тыку сверху. Теперь берем железные блоки, 7 штук, кладем вот таким образом, и мы получаем тотем в Protection 2, который будет делать то же самое, только... Только железным големом. Давайте, опять же, поднимемся высоко-высоко. Я что-то не понимаю, откуда у меня это дыхание под водой, у меня даже водяного тотема близко нету во моем инвентаре, но окей, возможно, это такой небольшой баг. Но, друзья, как вы можете видеть, если я сейчас умру, то меня воскрешает этот тотем, и мы сразу же получаем железного голема, который... У которого не полные жизни, вы можете видеть, у него текстурка побитого голема, у него, вроде бы, если у вас половина или только четверть жизней, но все равно довольно-таки полезная вещь, и он вам поможет, если вас убили, уничтожили, избили, и... Да, друзья, что ж, это у нас был предпоследний тотем, и мы переходим к последнему тотему на сегодня, который называется TNT тотем. Именно так, для того, чтобы его скрафтить, нам, конечно же, понадобится, опять же, один обычный тотем, и, если честно, если честно, я не очень хорошо помню, что делал этот тотем, вот как раз-таки последний, поэтому давайте проверим. Так, нам понадобится также 4 TNT и 4 книги зачарования на защиту от взрыва номер 4. Надеюсь, вы все поняли. Теперь мы кладем книги, опять же, я не помню, вроде бы таким образом, и кладем 4 TNT. Вот сюда, мы получаем TNT тотем, который, как мы можем видеть здесь, написано то, что мы не будем получать урон от TNT. Интересно, давайте мы это проверим. Возьмем немножко TNT-шки, мы поставим где-нибудь здесь, возьмем небольшую маленькую зажигалочку, и давайте мы проверим, как это работает. То есть, я выхожу в сурбайвл, мы заряжаем эти TNT, берем этот тотем в руку, и давайте посмотрим. Да? Реально работает, друзья! Реально работает, то есть, мы не получаем урона TNT с помощью этого тотема, и это большой плюс, друзья. Мне нравится, мне нравится эта штука, поэтому, в принципе, мы посмотрели сегодня на все возможные эти тотемы. Довольно-таки прикольные, очень полезные, интересные, с необычными эффектами. Но, друзья, как я вам и сказал в начале, если мы набираем 7000 лойсов, то в следующем выпуске мы посмотрим на датапак от этих же создателей, которые добавляют 60 тотемов, которые связаны с всеми мобами в Майнкрафте. 60, друзья, это будет очень длинный выпуск, и если мы набираем 7000 лойсов, то вы знаете то, что будет. Поэтому, друзья, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментосы. С вами был Кейн, всем пока!